МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только искусственного интеллекта не хватало. Как цифровизация поможет врачам и когда мобильные приложения заменят медкарточки? Сенат провёл правительственный час. Пенсию вам в помощь. Министры показали сенаторам, как можно снять и потратить пенсионные деньги. Не прослушайте детали. Покидая родной аул, казахстанцы продолжают перебираться в города в поисках лучшей жизни. Сенатор обнажила общую боль. Здравствуйте. Пришло время сената. Сегодня, когда микросхемы управляют машинами, проводят операции на живых организмах, а искусственный интеллект заменил живых собеседников, казахстанцы всё ещё дожидаются приёма врача в коридорах и бегают по больницам с бумажными справками и карточками истории болезни. Такая нездоровая ситуация не могла не вызвать вопросов у сенаторов. Нужна, если не армия, то целая рота IT-специалистов точно, чтобы создать те самые умные сервисы и уничтожить старую бюрократическую схему. На правительственном часе в стенах сената предложили внедрить во все госструктуры цифровой десант. Здравоохранение – одна из самых уязвимых систем, где в срочном порядке необходимо оцифровать совершенно все процессы. Инфровизация здравоохранения должна дойти до каждого сельского врача, потому что врач один на один остаётся с населением в полторы тысячи человек, и не всегда ему бывает доступна эта узкая консультация. И вот телемедицина должна дойти уже теперь, и я в моём понимании, до каждого врача. Уже несколько лет мы об этом говорим. Первое – это создание вообще такой интеграции между всеми существующими медицинскими порталами. То есть существует большое количество медицинских порталов, и чтобы врач не забивал одну и ту же информацию повторно, необходима интеграция. Министр целого инновационного ведомства то и дело повторял слово «IT-архитектура». Её нужно построить везде, и в образовании в том числе. Пока только в медицине удалось создать единую базу данных по заболеваемости коронавирусом. Осталось интегрировать в одну программу паспорта здоровья, техническое оснащение возможностей частных и государственных клиник, а также аптечные запасы лекарств. В совокупности с внедрением искусственного интеллекта для визуальной диагностики и принятием закона о телемедицине, который нам необходим. Станет возможным переориентировать всё взаимодействие медиков с формата «медик» — это лицо, которое вносит данные в информационные системы, на формат «IT» — это помощник врача, который высвобождает время для более сложных клинических задач и работы непосредственно с пациентом. А в образование пора внедрять электронные учебники. Не проблема их написать. С ними, как и в случае с онлайн-уроками, прежде всего надо подвести скоростной интернет к каждому дому, в каждом ауле. До конца года планируется решить вопрос интернета в селах с населением более 250 человек. Мы надеемся, что благодаря этим мерам будет решена проблема дистанционного обучения. В электронный формат предлагают перевести и трудовые отношения от заключения контрактов до ведения книжек. Ничего сверхсложного в этом нет. Не хватает только специалистов и хорошего интернета. Кстати, депутатов попросили прописать жесткие законодательные требования к качеству сети. Мы еще не рассказали о том, как можно будет снять и на что потратить свои пенсионные деньги. Но обязательно расскажем. Дождитесь. А пока о тех, кто покидает родные аулы и не хочет туда возвращаться. Сенатор Ольга Булавкина задела заживое. Продолжающийся отток молодежи из поселков говорит о том, что им не хватает внимания со стороны государства, заявила сенатор. Особенно ее беспокоят приграничные села, в которых проживают около полутора миллиона казахстанцев. Они практически остались без заработков. Плохо там обстоят дела с медициной и другими услугами. Кстати, депутат согласилась прокомментировать свой запрос. Она с нами на связи. Ольга Александровна, так почему же люди продолжают покидать родные аулы, когда есть специальные программы для развития сел и создания рабочих мест? Нельзя говорить о том, что все сельские жители хотят покинуть свой аул, поселок. Люди благодаря государственной поддержке развивают сельское и личное подсобное хозяйство, держат скот, растят детей. Но при этом в современных реалиях можно увидеть четкую грань между городом и селом, между благами цивилизации и отсутствием элементарных условий. Вы сделали акцент именно на приграничных селах. Почему? Там более острее обстоит ситуация. Проблема полного раскрытия потенциала села остается стратегически важной практически для полутора миллионов сельских жителей, проживающих в приграничных населенных пунктах. Здесь интенсивные процессы депопуляции приводят к оттоку населения, в частности, молодежи. Низкий уровень доходов, снижение качества жизни сельского населения, проживающего в приграничных населенных пунктах, несвоевременное получение государственных услуг в сфере здравоохранения и образования приводит к ухудшению здоровья, тяжелому социально-психологическому климату. Все эти процессы требуют принятия незамедлительных мер. Понятно. Благодарю за разъяснение. Напомню, что только что я беседовал с депутатом Сената Ольгой Булавкиной о том, почему молодые сельчане уезжают и не возвращаются в родные края. А далее о пенсионных деньгах. Тема пенсионных накоплений никого не оставила равнодушным. Диванные эксперты и те схватились за калькуляторы и подсчитали личный порог достаточности, а затем прикинули в уме, на что реально хватит той половины, которую позволят взять. И тут, как нельзя кстати, на очередном заседании рабочей группы Сената прозвучало предложение позволить людям использовать не только свои, но и накопление близких родственников на покупку жилья. Если не хватит денег, то можно будет сложиться с семьей. И в принципе, говорят сенаторы, изобретать велосипед снова ни к чему. Есть хороший международный опыт. Пять совершенно разных стран с разными экономиками позволяют людям снимать часть своих пенсионных денег на покупку жилья, инвестирование, лечение, образование. И даже если вдруг человек остался без работы. Более близкая система, это все-таки, на мой взгляд, Сингапура, Малайзии, потому что основными направлениями все-таки там является использование пенсионных накоплений, это решение жилищных вопросов, здравоохранение и образование. Ну и еще есть у них, в частности, в Сингапуре, это страхование, инвестирование. В Малайзии используются другие цели, например, на совершение хаджа. Поэтому это более-менее две системы, которые более близки к решению и рассмотрению тех предложений, которые насущны в нашем государстве. И снова сенаторы настаивают на цифровизации всего процесса. Без единой бумажки. Так, чтобы, как в одном из популярных банковских приложений, подал заявку, получил одобрение и все, деньги на счету. Правда, через какого оператора и как деньги будут падать на счета, это еще предстоит решить. Зато уже точно известно, что 530 тысяч работающих казахстанцев накопили достаточно, чтобы взять часть пенсии сейчас. Потратить половину своих накоплений могут и 180 тысяч пенсионеров. Конечно, по-прежнему людей беспокоит жилищный вопрос, на что приобрести квартиру или дом. Не хватает средств и на покупку земли, строительство частного дома, внести первоначальный взнос по ипотеке или погасить уже имеющийся жилищный кредит. А еще есть люди со сложными заболеваниями, которые нуждаются в лечении за рубежом. Например, люди с онкологией. Кстати, Минздрав уже составил список видов лечения, на которые могут выдать пенсионные деньги. Их разбили на две группы – лечение на родине и за рубежом. В Казахстане в перечень включили от зубных имплантов до восстановления репродуктивного здоровья, а за границей – от операции на головном мозге до трансплантации органов. Что касается жилья, то здесь тоже предлагают немало вариантов, как за счет пенсионных денег вложиться в долевое строительство, рефинансировать ипотеку, купить участок или начать ремонт. Согласно поручению президента, основная цель все-таки не является потратить все деньги на копление вкладчиков и оставить наших граждан на старость без каких-то пенсионных выплат. Все-таки это основная цель, чтобы вывести из тени, чтобы каждый работник мог уже требовать от работателя обязательных отчислений в пенсионный фонд. Уже сейчас понятно, что пересмотреть придется 5 статей, принятого в прошлом году Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения и несколько пунктов в законе о пенсионном обеспечении. Это было время Сената. Через неделю мы продолжим говорить о законах, которые меняют нашу жизнь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова